Партнер программы для маленькой компании торговая марка Меллида. Кисломолочный продукт? Варенец! Кушай варенец! Полезный будет иммунитет железный. Настроение поднимает и здоровье укрепляет. С детворою экранов соберемся выходной. Здесь тебе мы очень рады нашей дружной семьей. Если хочешь много знать, ты нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только в маленькой компании. Привет, моя маленькая компания. Привет, ребята. Привет, привет. Вероника, мы пока ничего не можем рассказать интересного. Вы заняты очень. А что это вы? Чем-то вы очень заняты? Просмотрим фотографии? Даша захотела поучаствовать в нашем конкурсе. Кстати, я подзабыл, что там можно выиграть. Хочу напомнить вам и всем нашим телезрителям. Программа для маленькой компании проводит фотоконкурс. Для того, чтобы в нем поучаствовать, достаточно найти группу нашей программы ВКонтакте. Фотоальбом «Лето. Оно такое» добавит свою самую яркую и оригинальную фотографию и ждать подведения результатов, которые состоятся 30 сентября. А наши партнеры выберут 4 самые яркие и самые интересные фотографии. А победители получат призы от детского центра интеллектуального развития «Уникум», от центра здоровья и развития «Лучик», от бально-спортивного клуба «Феерия Дэнс» и от модельной школы «Фэшн Китс». Мы ждем ваши фотографии и желаем всем удачи. Пока ты тут объясняла, я уже и фотографию выбрала. Вот и здорово, что наши телезрители заждались от вас новой истории. Я предлагаю вспомнить, как в нашем городе отмечали праздник. День города. Давайте посмотрим. Минувшие выходные в Лиде были богатыми на мероприятия, в том числе и для детей. Лида отмечала праздник города и принимала гостей фестиваля Лидбир. В городе работали концертные площадки «Город мастеров». В Лидском замке выступали пешие и конные рыцари. У его стен проходили различные игры. Отдельная площадка была организована для малышей. Привет, моя маленькая компания. Сегодня мы на празднике города. И мы познакомимся с его самыми маленькими посетителями. Пойдем за мной. Особой популярностью мальчишек и девчонок пользовалась открытая детская площадка фабрики игрушек. Она была возведена из строительных кубиков. Этот необычный городок ожил утром и детские голоса здесь были слышны до позднего вечера. От изобилия игрушек разбегались глаза. И это неудивительно, ведь на праздник в наш город самая известная в Беларуси игрушечная фабрика привезла их более сотни. Так что каждый малыш мог найти себе занятие по душе. Я конструкцию мешаю. Конструкция мешаю. А я действительно человечка. Я убиваю. Это с коляской. Импровизированный детский городок был разделен на три части. Первая для девчонок. Они могли побыть в роли мам, хозяюшек, продавцов. Ксюша, расскажи нашей маленькой компании, во что тебе понравилось играть больше всего? Мне понравилось играть в куклы тут, очень интересно. Понравилось играть на батутах. Во второй зоне маленькие механики ремонтировали автомобили, устраивали настоящие гонки, возводили дома из конструктора, ловили рыбу. Одним словом, были заняты очень важными делами. Третья зона приглашала любителей творчества. Сюда направлялись те, кто хотел почувствовать себя художником и создать картину прямо на улице. Места за мольбертами не пустовали. Мальчишки и девчонки с воодушевлением творили. В детском городке ребятишки могли почувствовать себя скалолазами и взобраться на высокую стену. Прокатиться с ветерком на аэромобиле. Продемонстрировать всем собравшимся умение прыгать на батуте. Ребята постарше играли в лазертак. Были и другие, не менее интересные развлечения. Осмотреть лицкие достопримечательности можно и верхом на лошади. А точнее на пони. На праздник нам в город заглянули пять маленьких пони и один ослик. Приехали эти миложивотные из Витебска. Они катали ребят по улицам Лиды и тем самым доставляли малышам массу удовольствия. Егор, расскажи, а что тебе понравилось на празднике? Мне понравилось зигонки губка Боб. И еще батуты. И еще такие машинки. Не обошелся праздник без лакомства и подарков. Родители покупали детям сладкую вату и попкорн. И обязательно обручали им воздушный шар или сувенир. Здорово вот так проводить выходные. А в выходные здорово было сходить в цирк. А что вам в цирке понравилось больше всего? Мне больше всего понравились третированные берблю. А мне жонглеры, они так быстро и ловко жонглировали мячами. Просто супер! А я предлагаю сейчас познакомиться с цирковыми артистами и узнать у друзей нашей программы, что же понравилось им во время циркового представления. На несколько дней Лида окунулась в атмосферу веселья. А все потому, что в город приехал цирк. Мальчишки и девчонки завораживающе наблюдали за происходящим на манеже. Принцессу цирка украла злая королева и заточила ее в своем замке. Зрители вместе с добрыми клоунами отправились на поиски принцессы. По дороге не встретили эквилибристов, воздушных гимнастов, фокусников и жонглеров. Последнее то и дело вызывали у публики удивленные взгляды, так как они ловко обращались с мячами, кольцами, булавами и вот такими светящимися пиксельпоями. Денис Таровойтов и Влад Куликовский, единственные в Беларуси, используют в жонглировании такие светящиеся жезлы. Я видела ваше выступление, как вы ловко жонглируете кольцами и мячами. Что нужно, чтобы добиться такого успеха? Нужно очень много работать, постоянно стремиться, постоянно тренироваться. Очень много упорства, старания и, конечно же, удачи. Успех, мужик, обязательно. Без этого никак. И главное, не лениться. А что это у вас в руках за светящиеся штучки? Это пиксельпои. Они показывают картинки, логотипы. Можно делать даже детские сказки, показать историю. К сожалению, камера не передает картинку, так как очень яркое изображение идет. Устить эти палочки, научиться довольно непросто. Это нужно, опять же, очень много тренироваться, постоянно совершенствовать свои знания, ну, закружать картинки, искать их, создавать. Это все требует очень много упорства. И это нужно профессионально подходить ко всему. Внимание зрителей привлекла и самая юная артистка цирка, пятилетняя Арина Клюева. Девочка мечтает о цирковой карьере. Ведь ее папа – эквилибрист, мама – гимнастка. Вот и Арина хочет ловить восторженные взгляды публики и купаться в овациях. Первые шаги к этому она уже сделала. Лида стала тресим городом, где Арина принимала участие в представлении. Ариша, а ты тоже мечтаешь стать цирковой артисткой? Да, я хочу, потому что я хочу быть как мама. Тренироваться надо, чтобы были хорошие затяжки, ну, хорошие были такие, ну, ноги сильные, хорошие были, пальцы красивые были, чтобы они были, ну, веревняться. Всем детям особенно понравились вот эти четвероногие артисты в номере «Караван с Востока». Дрессировщик работает с верблюдами уже 15 лет. Животные эти, говорит, своенравные. Участие в представлении в Лиде принимали семь верблюдов – Барон, Осман, Чингис, Искандер, Форд, Шахид и Бархан. Они то и дело срывали аплодисменты зрителей. Расскажите нашей маленькой компании, легко ли прессировать верблюда? Нет, нелегко. Иногда таким маленьким детям объясняешь, что ты от них хочешь, они не понимают. А это надо верблюдам объяснить, что ты от них хочешь. Поэтому нелегко, не очень. А как верблюды попадают к вам в цирк? Ух ты. Мы едем в Астрахань, в колхоз, где их разводят. Племенное разведение верблюдов есть. Там выбираем, показываем, что мы хотим. Барошь. И вот так они потом к нам попадают. А во время выступления вы как-то пощеряете своих артистов? Да, мы даем им сухарики. Самые любимые их не сухарики, ванильные. Как и любая сказка, цирковое представление имело счастливый конец. Зрители смогли не только найти, но и спасти принцессу цирка из заточения. Кстати, она на протяжении представления удивляла зрителей то вращением хула-хупа, то номером в воздухе. Расскажите нашей маленькой компании о принцессе цирка. Это, конечно, очень ответственная работа. Во-первых, принцесса цирка должна обладать очень хорошими и добрыми качествами. Во-вторых, этот спектакль поставлен так, что театрализированные принцессы цирка здесь и воруют. Здесь она и появляется из сказочной тени. Поэтому, конечно, это очень ответственная работа. Нужно ничего не забыть. Чтобы так виртуозно исполнить номер, нужно для этого долго тренироваться? Конечно, нужно долго тренироваться, нужно иметь терпение, нужно вырабатывать силу свою. И, конечно же, тренировки должны длиться как минимум два часа каждый день. То есть растяжка. Ты должен уметь контролировать свои мышцы. Ты должен быть всегда подготовлен и должен быть сконцентрирован. Еще в одном моем номере я кручу одновременно 16 хула-хупов. Они светятся и переливаются в темноте. Да ну, 16, так невозможно. Очень даже возможно. Во время антракта наша маленькая компания решила поинтересоваться у ребят, что же им понравилось больше всего. И, как оказалось, литские дети были в восторге от увиденного в цирке. Я очень люблю цирк. А в этом цирке мне понравилась принцесса цирка. Мне понравились верблюды очень. Они очень милые, красивые. И гимнасты все. Они так красивые. И все это так невероятно. Это невозможно просто для обычных людей. Мне это очень понравилось. Мне больше всего понравилось в цирке, как выступали клоуны. Они смешили нас. Мне понравились жонглеры. Мне понравилось световое шоу, как два дяди крутили специальные светящиеся палки. На них там были, если их быстро вертеть, то там получались разные карты, всякие разные узоры и все такое. Блюды, как они там ходили, там по таких досочках. И мне понравилась еще принцесса цирка. Она там делала прикольные трюки на кольце. Ну, воздушную гимнастику делала. Мне понравилось, что верблюды были, что клоуны были. Мне все понравилось. А гимнасты понравились? Мне и гимнасты понравились. А почему? Ну, они выступали, старались. Мне понравились все тело обучи. Света и музыка. Мне нравится, как ходили верблюды и ходили с палками и с огнем. Мне больше всего понравилось, как жонглировались жонглеры. У них были очень красивые кольца, шарики, кегли. Они все светились по льду метрофиолетовым, желтым цветом. Цирк Дива – это круто! Цирк Дива подарил детям и взрослым массу положительных эмоций и зарядил их хорошим настроением. Так что сейчас они будут с нетерпением ждать его возвращения в Лиду с новой программой. Для маленькой компании. А сейчас я предлагаю поговорить о школе. А думать ли лучше о тех, кто впервые пришел в школу и сел за школьную парту? Мне кажется, первоклассникам все так новое, интересное и даже может быть страшно. Конечно страшно, ведь они не знают, что такое школа, не знают школьных законов, не знают, как проходят уроки и переменки, с кем будут сидеть за школьной партой и какой будет их первая учительница. Я предлагаю заглянуть на урок к лидским гимназистам. Прошло уже две недели с того момента, как мальчишки и девчонки сели за партой. Для полутора тысячи лидских ребят это первое сентября стало особенным, ведь они впервые перешагнули порог школы. Вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками, с огромными букетами в руках, они пришли на первую в своей жизни школьную линейку. В каждой школе для первоклассников были подготовлены сюрпризы. Они были танцевальными и вокальными. Больше всего первоклассники ждали первое школьное звонок, которое позвал их в страну знаний. Наша маленькая компания решила заглянуть в гости к первоклассникам лидской гимназии. Мы поднялись, не по будильнику, сами собрали свои рюкзачки. Рядом идут с модным мобильником, в школу торопятся выпускники. Эй, смотрите все на нас, мы идем в первый класс. Первый, значит высший класс, пропустите нас. Первоклассники, всюду первоклассники, на ступеньках школы суета. Нам за ручку с мамами не страшно, страшно встретить черного кота. Скоро звонок стихнет на улицах, шум голосов и начнется урок. На протяжении ближайших четырех лет 24 ученика первого класса будут шагать по школьной дороге со своей первой учительницей Татьяной Витукевич. На первом уроке она рассказала ребятам, что их большой корабль отправляется в дальнее плавание по стране знаний. Он будет причаливать к островам детства, развлечений и здоровья. На последнем ребята побывали уже на первом школьном уроке. На острове здоровья все танцевали под зажигательную музыку. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Крошка-енот боялся ходить в школу, потому что ему, как и ребятам, было немного страшно. Тогда мама взяла его левую лапку, раскрыла маленькие пальчики сына, как веер, наклонилась и поцеловала Честера в середину ладошки. Он почувствовал, как мамин поцелуй побежал вверх по его лапке и добрался до самого сердца. Теперь улыбнулась мама, если ты почувствуешь себя одинокой, заскучаешь по дому, просто прижми лапку к чеке и скажи про себя, мама меня любит, мама меня любит. И тогда мой поцелуй наполнит тебя приятными теплыми мыслями. Татьяна Вацлавовна предложила то же самое сделать и первоклассникам. Ребята подошли к мамам, а те поцеловали их ладошки. Вместе с этими поцелуями мальчишки и девчонки сели за парты. Теперь, когда кому-то станет страшно или грустно, он приложит ладошку к сердцу и почувствует мамино тепло. Кстати, Татьяна Вацлавовна открыла секрет своим воспитанникам. Мамин поцелуй никогда не исчезнет и не смоется водой. Он всегда будет на ладошке. В школу нужно ходить за знаниями, чтобы научиться читать, писать, еще красиво решать примеры и найти новых друзей. На первом уроке все первоклассники получили подарок от президента Беларуси Александра Лукашенко – книгу «Беларусь – наша Родина». Пока ребята с интересом ее рассматривали, наша маленькая компания поинтересовалась, кем в будущем мечтают стать первоклассники. Я мечтаю стать чемпионом мира по шахматам. Потому что это очень классная игра, умная игра и там разные фигуры. Я хочу стать журналистом, потому что мне очень нравится писать журналы. Барикмахерам. Почему? Чтобы все ходили красивыми прическами и опрятными, и чтобы я красиво стрибил. Я хочу стать пожарным. Потому что людей спасаешь ты. Я хочу стать доктором. Ну, доктор – это очень важная профессия. Можно помогать людям. Рок-звездой. Потому что она выступает на сцене, и она звезда. Я хочу стать стюардессой, потому что отдыхать на отдыхе – это весело и хорошо. Художником, потому что я очень люблю рисовать. Я хочу стать инженером, потому что я люблю строить машины. Я хочу стать очень давно машинистом. Доктором, потому что доктор – это очень важная профессия. Мечты ребят, конечно же, сбудутся, но для этого нужно приложить немало усилий. Для начала же стоит выучить гимназические правила, прилежно вести себя на уроках и старательно учиться. А сейчас я предлагаю познакомиться с девочкой, которая только второй год учится в белорусской школе. Она второкласска? А вот и нет. Оля Агеева приехала к нам из Чикаго. Это же в Америке. Именно девочка сначала училась в американской школе, а теперь приехала к нам и учится в Лизской гимназии. Давайте с ней познакомимся. Музыка Музыка Извините, не мешайте. Мы пишем сочинения. Музыка Наша маленькая компания заглянула в гости к ученикам четвертого класса Лицской гимназии. Мы попали к ним на классный час «Мое незабываемое лето». Школьная доска превратилась в настоящую выставку фоторабот. Каждый снимок рассказывал о летних приключениях гимназистов. Классный руководитель четвертого года Татьяна Сибирюхина предложила своим воспитанникам поделиться воспоминаниями о лете. Дорогие ребята, вот и закончилось наше лето. Наступил новый учебный год. Но сегодня мы предлагаем вам пообщаться на теме «Мое незабываемое лето». Ребята, каким было ваше лето? Мое лето было активное. Мое лето было музыкальное. Мое лето было полезно для учебы. Мое лето было спортивным. Я написала вечно белорусской модели. Рануку бабули на даче. Я открываю вочерк, певень на его память. Не спала я так уже давно. И свежую рануку выходить на ночь, или на окно. Бабуя рука на ганку. С особым интересом одноклассники ждали рассказа Оли Агеевой. Ведь девочка пришла к ним в класс только в этом году. Да, ребята, ваше лето было разным и интересным. Вы побывали в разных интересных местах. Оказывается, в нашем классе есть девочка из Чикаго. Наш Матвей сейчас говорит именно о боли. Девочке действительно есть, что рассказать ребятам. Гимназисты учат английский язык с третьего класса. А потом практически все, что говорит Оля, понимают. А вот нашей маленькой компании нужен был переводчик. И мы попросили девочку рассказать о своих каникулах на русском языке. Я провела лето в Америке, в городе Чикаго. Я там была три месяца. Я гуляла по всяким паркам, аттракционам. И я очень часто встречала своих подружек. Мы играли вместе. С некоторыми я даже ночевала. Потому что пока лето это круто, потому что никакой школы нет. Около семи лет Оля Агеева жила в Чикаго. Там же она ходила в школу. Американская школа, по словам девочки, очень отличается от белорусской. Интересно, чем же? Оля, 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 стой! Наша маленькая компания хочет кое-что у тебя спросить. Чем отличается Лидская школа от Американской? Лидская школа, она, конечно, сложнее. Там надо, ну, тут надо, ну, трудиться каждый день, учить уроки. А Американская, она проще. Она не такая уж тяжелая. Расскажи, пожалуйста, о своих одноклассниках. Они, они улыбчивые, они веселые. Они все время ждут каких-то приключений со мной, потому что я все время их разбалываю. А как вы вместе проводите время? Мы иногда, ну, они либо ко мне приходят, мы, может, погуляем около школы. И просто, как бы, говорим о чем-нибудь, наверное, в первых, как у тебя день прошел. Ольна семья приехала в Лиду два года назад. В прошлом году девочка училась в четвертой школе. В этом перешла в гимназию. О своем выборе Оля ничуть не жалеет. Говорит, ей здесь очень нравится. Особенно нравятся учительницы и одноклассники. Уже в первые сентябрьские дни у Оли появился и любимый предмет. В американской школе у меня любимый предмет был музыка, потому что там дают всякие разные инструменты, на которых ты можешь играть сам. И там все время какие-то тесты смешные проходили. Например, про хлопай там столько-то раз. И обычно мы там еще играли в игры. В Лидской школе, наверное, мой самый любимый предмет был бы литературное чтение, потому что в литературном чтении есть разные рассказы, и некоторые из них интересны. Душа Оли больше лежит к гуманитарным предметам, языкам и литературе. Уроки английского в белорусской школе для девочек не представляют сложности. Многое, что сейчас изучают гимназисты, она хорошо знает. Пока что легкие. Ну что я пока что все знаю, а вот впереди я еще точно не знаю. Наверное, будут легкие. Иногда хочется по-английски некоторые слова говорить, но что некоторые слова по-русски я еще как бы не могу сформулировать. И да, иногда хочется по-английски его сказать. Оля уверена, в будущем, кроме знаний по белорусскому, русскому и английскому языкам, ей понадобятся и другие. Ведь девочка мечтает о редкой профессии. Профессии стюардессы. Оля уверена, в литской гимназии она получит все необходимое, чтобы в будущем осуществить задуманное. Я когда выросла, хочу стать стюардессой, потому что, когда я летала в самолете, они мне очень нравились. Потому что они помогают, они очень красивые. И они видят много стран, потому что они на самолете, все время пересадки. И, ну, видят очень красивые страны. Пока вместо формы стюардессы Оля носит гимназическую, и она ей очень нравится. Девочка не жалеет, что приехала в Беларусь и учится в литской гимназии. Правда, немного скучает по своим американским друзьям. На сегодня это все истории, вот и подошло время прощаться. Подождите, подождите, давайте еще раз напомним о нашем конкурсе. Конечно, я еще раз с удовольствием напомню нашим телезрителям о конкурсе, который проводит программа для маленькой компании. Для того, чтобы в нем поучаствовать, достаточно найти группу нашей программы ВКонтакте. Фотоальбом «Лето» оно такое, добавить свою самую яркую и оригинальную фотографию и ждать подведения результата, который состоится 30 сентября. А наши партнеры выберут 4 самые яркие и самые интересные фотографии. А победители получат призы от детского центра интеллектуального развития «Уникум», от центра здоровья и развития «Лучик», от бально-спортивного клуба «Феерия Дэнс» и от модельной школы «Фэшн Китс». Мы ждем ваши фотографии и желаем всем удачи! До встречи через неделю! Пока-пока! Партнер программы для маленькой компании – торговая марка «Мелида». Далеко-далеко, на лугу, нет ни козы, нет ни кони, ни овца, ни кролик. На лугу пасутся коровы, которые дают вкусное и полезное молоко. А «Мелида» – наивкуснейший творожок, сметану, молоко, йогурт и многое другое. А теперь и новинка! Кисломолочный продукт – варенец. Кушай варенец полезный, будет иммунитет железный. Настроение поднимает и здоровье укрепляет. А-А-А! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА